крест на красном обрыве часть 2 отец анатолий нам все рассказал вечером 28 числа приехали трое красноармейцев на лошадях с ружьями отец серафим принял их свои кельи напоил чаем с медом постелил под елкой сена и уложил спать сам ко мне прибежал говорит какие-то подозрительные приехали пили чай молчали как звери кругом смотрели положил их спать не спят все разговаривают отец серафим всегда проповедовал о конце мира всегда кто бы к нему не пришел не боялся говорил разъяснял что будет об этом времени что сейчас идет он все рассказывал вот и говорит ему отец анатолий ты не ошибись что сказать какое там я их боюсь у меня вся душа трепещет легли эти трое спать отец серафим не спал наверное правило на улице читал раз на коленочках и четки с ним под утро красноармейцы подошли к нему наставили ружье в спину он и закричал анатолий закричал а они в это время выстрелили отец анатолий понял что они убили его и побежал на гору и по горе вниз на пасеку прибежал чуть живой без одежды весь побился едва не утонул в реке они по дорожке пошли к отцу фиогносту отец фиогност имел обыкновение по ночам молиться в пещере возможно устал от ночной молитвы прилег в своей келье отдохнуть бог знает но как лежал он скрестил на груди руки так и остался они в сердце ему выстрелили красноармейцы обыскали келье надеясь найти деньги но не найдя ничего ушли отец пахомий ночуя в городе видел во сне как на скит напали эфиопы на другой день приехали милиционеры посмотрели разрешили хоронить вырыли могилу покрыли ее досками и без гробов завернул монаха у мантии похоронили а потом у нас отпевали в скиту на мохнатой сопке продолжает матушка магдалина отец анатолий отпевал как он плакал отец анатолий и 40 дней служил на медиа в келье отца серафима которую батюшка сам выстроил и во всех церквах которые в городе были служили сорока уст везде каждый день обедня шла потому что их очень чтили все на сороковой день по смерти батюшек дочь моей сестры евдокии волковой семью который отец серафим часто навещал восьмилетняя стефанида перед пробуждением видела сон идет отец серафим с радостным сияющим лицом впереди его горящая свеча на подсвечнике а сзади тоже очень радостно идет отец фиагност одеты они были в том в чем похоронены отец фиагност подряснике на отце серафиме поверх подрясника легкий полушубок который он надевал в ночь убийства укрываясь от горной прохлады шли они на поклонение господу в этот момент мать разбудила девочку это заплакала мама их встречали ангелы но ты не дала мне досмотреть как господь даст им новую одежду убить нашли на военный трибунал судить их отказался сказали так они убили монахов а монахов мы и сами убиваем впоследствии эти трое совершили другие преступления убили в городе несколько человек их судили и приговорили к расстрелу монахиня магдалина вспоминала незадолго до гибели отца серафима сидели мы александра татьяна дарья я и батюшка цветники у поклонного креста на мохнатой сопке отец серафим в этот день сказал нам сестры вы после меня великие скорби понесете дал он нам святые дары вложены в небольшую коробку зашитую матерчатый чехол с лямкой для ношения на груди и сказал когда будете в тюрьме и вам станет известно что там есть священник напишите на бумаге свои грехи и тайно передайте ему чтобы разрешил когда разрешит прочитайте молитвы какие будете помнить и взял ложечкой святые дары причаститесь несколько лет святые дары хранились у меня по докладам иконы а когда в начале тридцатых годов нас всех четверых арестовали и погнали в комик рай мы взяли их с собой и терпя все тяготы тюремной жизни имели большое духовное утешение приобщаясь святых животворящих тайн проведя свою кончину отец серафим говорил своим духовным дочерям меня не будет я буду здесь похоронен а вы каждый год ходите ко мне на могилу монахини инокини и прихожане выполняли это послушание каждый год идя на могилу они заходили на пасеку старик пасечник завещал своим детям тех кто идет на поминки поить чаем наливать мед и давать столовые ложки пусть ложками мед едят их поминают время сокрыло от нас труды и духовные подвиги отца феогноста мы не имеем его биографических данных люди знавшие его его духовное чадо давно перешли в мир иной но господь дал ему кончину праведную мученическую в одной могиле лежит он с отцом серафимом и вместе с ним увенчан мученическим венцом в царстве божьем отец пахоми отец ираклий отец анатолий после всего случившегося жить в скиту не остались со временем кельи монаха были разобраны на дрова и сожжены угольщиками на их месте остались ямы монахини и послушницы по причине гонений со стороны властей вскоре вынуждены были оставить скит на мохнатой сопке и вернуться обратно в город после их ухода завалилась подземная церковь иеромонах анатолий после 1921 года некоторое время жил в верном служил во всех святской церкви иверско серафимовского монастыря которая еще некоторое время после закрытия обители была действующей там же управлял хором писал музыку монахиня магдалина рассказывает мы часто к нему приходили придем а он нам скажет послушайте как что спою и станет петь и на аккордеоне играть а то рассказывал как мыша к нему приходила мыши он кормил все же говорит за столом смотрю идет я и хлебушка на землю интересно мыша середине двадцатых годов отец анатолий ушел сухуми где жил также в горах вел переписку с вернинскими монахинями вскоре ими была получена весть с кавказа об аресте и расстреле отца анатолия монах ираклий миру сергий матях последствии жил в толгаре в семье старосты толгарской церкви дмитриева в доме жить отказался и построил себе келью в саду очень любил детей дмитриева бывало играет с ними забавляется потом закроет лицо руками прости господи и смеется к нему иногда приходили вернинские монахини ефалия дорофея магдалина и инокини александра феодора мариамна татьяна любили все вместе сидеть вечерами в саду под яблонями и петь псалмы и духовные канты отец ираклий часто надолго уходил в горы молиться в 1928 году семью дмитриева арестовали отправили в ссылку на аральское море перед арестом отец ираклий ушел на побережье иссыкуля киргизские горы до ухода туда принял схему в горах он поставил себе келью и некоторое время жил в уединении последние годы его жизни прошли в поселке сазановка ныне ананьева и ссыкульской области расположенном десяти километрах от разоренного свято-троицкого монастыря старожилы этого села до сего дня хорошо помнят невысокого седого старца которого знали будучи детьми научаемые родителями они почитали его при жизни и продолжают сохранять благоговейную память о нем по его смерти совершая совместно со священником сельской церкви молитвы на его могиле и заботливо оберегая ее об обстоятельствах прихода сазановку отца ираклия рассказала наталья мироновна дубинина в начале зимы 1928 года мой отец мирон дубинин ехал по горам верхом на лошади вдруг он услышал стон господи подумал он что за зверь прислушался нет стонет человек он поехал на звуки стона и обнаружил келью и вне человека это был отец ираклий на нем было обещала я разорванная одежда и надвинутая на глаза шапка отец ираклий увидел моего отца испугался не бойтесь не бойтесь сказал отец он понял что перед ним монах после разорения монастыря в горах скитались монахи отец успокоил батюшку и спросила причине стона тот показал ему покрасневшую воспаленную руку в которую вошла большая заноза он плакал от боли отец с трудом уговорил отца ираклия поехать с ним в село если бы не больная рука он не вернулся был мир сложил в узелок его книги и вещи посадил батюшку в седло сам сзади сел привез домой велел маме истопить баню пока мама ее топила батюшка ходил по двору не находя себе места от боли ночью мама шила для него новую одежду из холста утром отец запряг бричку и повез отца ираклия к фельдшеру фельдшер вынул из руки занозу отец привез батюшку домой и он бедненький лег и заснул у нас в саду стояла кухня как сарайчик отец позвал брата и быстро быстро они эту кухню отремонтировали образа повесили лампадку поставили столик кровать и отец ираклий стал мне жить помню однажды в середине зимы выпал обильный снег и мы с братьями разыграли снежки в это время батюшка вышел из келья и мы нечаянно попали в него снежком он улыбнулся нам понравилось что он улыбнулся и вы начали его снежками бить а он стоял и смеялся мама из дома выскочила стала нас хлистать а батюшка ей евдокия евдокия успокойся господь с тобою это же дети в них ангел загрался слух о том что у нас живет старец химник быстро разнесся по округе к отцу ираклию стали приходить люди просить его совета и святых молитв что приносили ему он все отдавал нашей маме самый скелий выходил редко только в местную церковь ходил где священником был отец исайя горборуков и в соседнее село семеновку где служил архимандрит геннадий лобачо бывший благочинный из цикульского монастыря с которым батюшка прежде в монастыре подвязался мама иногда делала уборку келье батюшки она заметила что его кровать всегда одинаково заправлена и грешные мы люди любопытно ей стало вдвоем со снохой сели они ночью под окном келье и досматривали ложится батюшка спать или нет а он стоит в этом углу молится молится потом сядет на лавку подремлет немного соскочит и опять молится и так до утра великим постом наш отец говел и мы вместе с ним отец ираклий ночью придет разбудит отца мирон николаевич вставайте молитву надо выслушать отец то стоит молится а я стою дремлю батюшка часто беседовал с отцом я иногда прислушивалась к их беседе помню отец ираклий говорит я великий грешник отец спрашивает батюшка а в чем же вы грешны всех побили когда киргизский бунт был а я грешник спрятался в 1928 году стали нас раскулачивать обыски делать начали допытываться что за старик у вас живет это мой дядя отвечал отец когда чужие приходили а а после свои пришли знают что никакого дяди у отца нет мы побоялись ареста и отец ираклий ушел жить к двоюродному брату отца андрею дубинину а отца за то что был верующий не вступал колхоз посадили в тюрьму и из тюрьмы он уже не вернулся дочь андрея дубинина марина андреевна об отце ираклий вспоминает когда разгромили мирона дубинина мой отец андрей дубинин взял отца ираклия в нашу семью у нас за домом стояла деревянная избушка и батюшка в ней поселился он небольшого росточка был носил подрясник нас девять детей было у отца с матерью с утра до вечера родители работали в поле а мы дети стучимся в дверь батюшкиной кельи дедушка мы кушать хотим сейчас детки сейчас отвечал он обождите молитву закончу потом он выходил и сажал нас за стол мы пообедаем он уберет за нами снова в келье затворяется если батюшка что говорил то духовное для назидания помню маме он говорил мария петровна подумайте какая жизнь будет мы ведь идем как по ступенькам чем дальше тем тяжелее отец ираклий недолго у нас прожил отца моего стали терзать за то что в колхоз не вступил и батюшку забрали к себе бочарниковы а отца вскоре посадили на 10 лет бочарникова любовь сергеевна рассказала о жизни батюшки в их семье после того как 1929 году а раскулачили андрея дубинина мы взяли отца ираклия в нашу семью жили мы очень бедно изба была у нас ветхая в ней одна комната и печь на которой мы спали отец хотел построить для батюшки келью но отец ираклий не дал на это согласие у нас закром был из досок сколоченный в котором дверей даже не было одна досточка отодвигалась и только боком в эту щель можно было пролезть вот в этом закроме и поселился отец ираклий вместо кровати ему служил длинный стол вместо постели две деревушки из конопли свитые на одной спал другой укрывался печку батюшка тоже не разрешал себе ставить зимой когда мама в избе печь топила она собирала в ведро горячие угли относила батюшки это было все его обогревание только последние годы в его келье поставили железную печь нас пятерых дочерей отец очень строго воспитывал когда бывало в наш дом заходил местный священник отец нас только цикнет и мы уже на печке в углу сидим не шеверимся и к отцу ираклию отец учил с почтением относиться и не тревожить его понапрасну батюшка нам как родной был кушал с нами из одной чашки сидел за обедом всегда в святом углу и без него мы никогда за стол не садились у него только и было время побеседовать с нами за столом и вот пока мы обедаем он говорил нам о боге о святых рассказывает о праздниках церковных о себе он почти не рассказывал помню только говорил что у монастырь его отдали ребенком и он не знает своих родителей и еще говорил что он великий грешник господь забрал всех моих братьев по духу а я еще живу после трапезы он снова шел свою келью и вставал на молитву молился он день и ночь утреннюю читает потом обедницу вечернюю полуношницу чуть передохнет и снова молиться люди ехали к нему со всех поселков и родители всех привечали отец наш не признавал советской власти и когда стали организовывать колхозы он отказался в них вступать за строгую христианскую жизнь колхозники над ним издевались его даже по фамилии не называли а называли бог на нас шипели бога вы дочки и за то что мы верили в бога после тоже пришли раскулачивать отца связали увели но к вечеру отпустили а из дома забрали все что можно было унести остались лишь голые доски отца ираклия в это время дома не было в его келью не зашли когда он вечером пришел увидел что нам и спать не на чем принес из кельи свои две дерюшки нас детей укрыл ими и сказал ну вот ребятушки ложитесь спите а мы посидим а завтра что бог пошлет помогут люди и до утра он сидел и беседовал с моими родителями о житии святых об их терпении не злобе кротости утром и правда пришли родственники односельчане и принесли нам всего понемногу помню в те годы у нас воинствовали обновленцы в нашей округе остались два православных священника и ирей исаи горборуков в то время из нашего села переведен в село покровку и архимандрит геннадий лобачев в селе семеновка отец ираклий был духовно близок с ними часто они втроем собирались в нашем доме вели беседу они говорили о том что к 37 году монашеский чин будет уничтожен а в сороковом году свершится какое-то событие отец геннадий говорил мы все в тридцать седьмом году погибнем а ты сергей обращался он к отцу всех нас переживешь но после нас останутся волки в овечьей шкуре и отцу ираклию говорил ты с нами умрешь в тридцать седьмом году когда наступил тридцать седьмой год был арестован и посажен в тюрьму отец исаи а в чистый четверг того же года когда люди после службы с огоньками вышли из храма был арестован отец геннадий после их ареста отец ираклий запретил нам ходить церкви все они были обновленческими то есть в них служили волки в овечьей шкуре как говорил отец геннадий отцу ираклию было открыто что он умрет на вознесение господне и к этому сроку он попросил сшить ему новый костюм из синего домотканного холста а маме сказал чтобы в этом костюме его похоронили помню в тридцать седьмом году перед вознесением в нашем саду зацвели яблони к вечеру накануне праздника отец ираклий вышел из кельи мы с сестрами подбежали к нему и он сказал но ребятушки пойдемте погуляем и мы пошли в сад там мы дети заигрались а батюшка прилег под яблоней вдруг слышу он кричит аретуйте спасите значит по белорусски я побежала домой отцу говорю тятя что-то батюшка кричит отец кинулся в сад и я уже не помню как батюшку подняли как в дом принесли у него лопнула грыжа хотя никто не знал о его болезни и он никогда не жаловался больше отец ни на минуту от батюшки не отлучался сидел у его ног до самой кончины батюшка умер день вознесения господня он до последней минуты был сознание в момент смерти окликнул отца сам крестообразно сложил на груди руки сделал последний вздох сжал губы и закрыл глаза всю жизнь потом отец благодарил бога за то что удостоился видеть кончину праведника раньше у нас так хоронили выкапывали могилу в ней делали подкоп в сторону и в этот подкоп ставили гроб и когда могилу закапывали земля на гроб не попадала такую могилу и для батюшки приготовили на его похороны съехали жители всех окружных сел все кто батюшку знал и хотя время было страшное люди шли пели когда батюшку понесли на наше местное кладбище а священников не было и некому было его отпеть наш отец как и сказал архимандрит геннадий всех их пережил он скончался в 1975 году и когда мы пятеро сестер собрались у гроба отца вера старшая сестра сказала давайте схороним отца у батюшкину могилу чтобы поминая отца всегда поминать батюшку мы умрем но наши внуки будут помнить деда и сохранять обе могилы все согласились с этим мужчины пошли на кладбище выкопали могилу и обнаружили стоящую под копе совершенно не истлевший гроб отца ираклия он был как новый хотя прошло уже 38 лет память о монахи ираклии архимандрите геннадий и иерея исаи до сих пор жива в иссыкульской области их называют в нашей округе три столпа православия архимандрит геннадий лобачо благочинный иссыкульского монастыря при нападении на монастырь киргизов во время киргизского бунта в 1916 году остался жил так как в это время находился по хозяйственным делам в селе тюб в дальнейшем при установлении советской власти его неоднократно арестовывали но подержав тюрьме отпускали последний его арест был в чистый четверг 1937 года отец геннадий был посажен в тюрьму города пледжевальска там претерпел допросы и издевательства затем на него надели длинный киргизский халат на голову венок из волосяной веревки вроде тернового венца и через двор тюрьмы повели к месту расстрела вскоре послышались выстрелы больше архимандрита геннадия никто не видел и рей и сая гарваруков после ареста в 1937 году был осужден и сослан по истечении срока ссылки вернулся в село но был арестован и сослан вторично из этой ссылки не вернулся жив его брат протеерей симеон горборуков служивший диаконом в селе семеновка вместе с архимандритом геннадием последствии много лет служил священником церкви села ананьева в настоящее время по возрасту находится за штатом помогает церкви села ананьева в качестве псаломщика и иеромонах пахоми в миру русин прохор петрович родился в 1880 году в селе генеральщина курской губернии в 1910 году приехал в верный до этого три четыре года жил послушником петропавловском монастыре черниговской губернии после приезда в верный поступил в иссекульский монастырь где был панамарем звонарем затем получил монашеский пострах и примерно в 1914 году получил сан священника после 1921 года на некоторое время тайно жил вместе со странником виктором и схемонахом тихоном в скиту на горе горельник в районе медио изредка приходил в город останавливался у монахинь был очень молчалил нагибина рассказывала придем бывало после всю ношной чаю попьем матушка ефалия просит его отец пахоми скажите два-три слова скажите живое слово для спасения души а он какие сестры молитесь читайте иисусову молитву и все или служит келье на медио сестры просят отец пахоми сегодня такой праздник ну скажите несколько слов он только и скажет сестры молиться надо истинно молиться надо иисусову молитву не нужно забывать в конце двадцатых годов когда были сильные гонения отец пахоми ушел с медио и жил в городе у разных людей тайно служил венчал отпевал на дому часто ходил с монахинями на аксайскую могилу нагибина вспоминает как поднимемся на гору первонаперво панихиду отслужим потом отдохнем поужинаем и сядем у могилы на поваленные ели и сколько я помню всегда были ясные ночи сидим мы на бревнышках и поют сестры долго поют а певчие были еще монастырские хорошо пели потом вечерние молитвы почитаем наломаем ельника набросаем на землю и спим на этих лапах какой там сон только вздремнешь чуть-чуть утром обедницу служил отец пахомий проповеди говорить он не мог он плакал всегда плакал потом прокашляет и скажет господь прибрал их а я все мотаюсь а как было бы хорошо и мне вместе с ними да вот не сподобился в 1935 году отец пахомий был арестован и посажен в алматинскую тюрьму где претерпел издевательство и в 1936 году был расстрелян странник виктор один из подвижников монахов мучеников странник виктор матвеевич матвеев подвязавшийся в урочище медиа на горе называемой горельник основанием рассказа о нем послужили воспоминания монахини магдалины и нагибиной виктор матвеевич родился в 1869 году в новгородской губернии верненцам он был известен как странник он странствовал много лет по всей россии и по сибири ходил и в киеве был а потом перед революцией пришел верный услышал что здесь очень красивые горы и пришел он не был монахом но вел строгую подвижническую жизнь на самой вершине мохнатой сопки построил себе келью но проведя там одну зиму и по причине глубокого снега на вершине горы не имея возможности общения с другими подвижниками спустился ниже на гору горельник там тоже поставил себе келью маленькая рубленая избушка в ней печка глиняная кровать три горбы лины усланная соломой до стол так и жил семеречье говорил лучше всех мест и народ очень хороший в семеречье добрые верующие люди в 1923 году из аксайского ущелья пришел на эту же гору иеромонах пахомий скит на сопке мохнатой где жили тогда монахини и послушницы эверско-серафимовского монастыря находился неподалеку виктор к нам ходил часто и мы к нему часто ходили мы любили к нему ходить айдате к виктору айдате собрались кучка и пошли и в город он приходил на каждый праздник и в каждый пост говете причащаться этот виктор на весь город был это чудной жизни старичок как увидят его виктор идет к нам и каждый старается дать ему кто сахара кто сухарей кто чая больше он не брал ничего и денег не принимал не любил деньги спрячет все подаяние за пазуху своего зеленого брезентового плаща кушаком подвяжется и уходит в горы круглый год ходил он брезентовом плаще зимой и летом зимой поверх еще такой же плащ надевал он был маленького роста сухощав быстр но не резок в движениях с негустой темно русой бородка и темными прямыми и длинными волосами лежащими на прямой пробор говорил он быстро чуть натреснутым голосом он никогда не мылся лишь изредка протирался керосином но от него не было никакого неприятного запаха от него елками пахло на горельнике жил огромный медведь иногда он спускался с горы и садился неподалеку от викторовой кельи но виктора никогда не трогал и когда подвижник говорил ему иди мишка медведь вставал и уходил мы много странствовали в то время по горам отец пахоми виктор я и саня нагибина вспоминала монахиня магдалина от самого каскелена до тургеня пешком по горам ходили через горные реки отец пахоми нас переправлял он сильный был крепкий станет посреди реки и нас и виктора перекинет с берега на берег а бывало сидит виктор своей келье потом встрепенется побежит к отцу пахомию пахомий пахомий бери скорее чайник бегим туда далеко по щепи в горы там есть святое место там чайку попьем там святое место там ангелы там ангелы а мы там чайку согреем и попьем с отцом пахомием они много странствовали куда бы ни шел виктор все с пахомием как надо им чайник в руки сухари с собой и пошли это были два наших странника по горам отец пахомий молился много виктор тоже был сильный молитвенник но как и когда он молился я не знаю иногда он по неделе жил на медиа в скиту саниной келье а саня ко мне переходила он там чайок пил и ночевал на нас ворчал вот истина вы же бестолковые и чай заваривать не умеете чай заваривать надо уметь как я встану ночью в окно посмотрю что там виктор делает смотрю бегает у нас площадка была от кельи до кельи бегает по площадке чего он бегает может молиться бог знает храме святителя николая в верном служили тогда два пастыря подвижника полагавших души свои за пасту протоиерея александр скальский и стефан пономарел в то время в храме нашли себе приют несколько монахинь иверско серафимовского монастыря и с ними девочка анастасия нагибина странник виктор бывал там и беседовал с батюшками анастасия нагибина вспоминает о своей жизни до прихода в верный виктор рассказывал мало но одно событие круто повернувшая его жизнь часто вспоминал в юности он был болен настолько что без посторонней помощи не мог ходить и он больной и искорченный был привезен своей матерью к отцу иону кронштадтскому батюшка помолившись исцелил его и благословил на странничество заповедал питаться хлебом сахаром и чаем виктор распрощался с матерью и ушел странствовать а сокровенной жизни его внутреннего человека мы знали мало но не могли не чувствовать что за внешним его чудачеством и юродством кроется самоотверженный подвиг за неназойливым ворчанием любовь к нам к детям немощным и неискусным за видимой общительностью великая тишина и тайна созерцания невидимого мира это было в конце двадцатых годов летом мы с инокиней мариамной ходили по горам пришли на горельник келью к виктору неподалеку под горой была яма в которой он молился был поздний вечер виктор из кельи ушел мы с мариамной стали готовиться ко сну не помню зачем я вышла из кельи и пошла в сторону ямы и вдруг вижу виктор стоит на коленях в воздухе примерно в метре от земли и еще полтора метрах одна ямы и молится с воздетыми к небу руками я была потрясена мне стало страшно не потому что он стоял на воздухе я читала жития святых и знала о такой молитве а потому что своим приходом мы мешали ему молиться нарушаем его тишину и тихо-тихо чтобы веточка не хрустнула я попятилась назад а зайдя за гору побежала что есть сил мариам не рассказала о том что видела и мы ушли оставив его в конце двадцатых и в тридцатые годы церковная жизнь в алмате терпела особые потрясения в городе происходили поголовные аресты духовенства монашествующих и просто православного людо в горах облавы на пустынников закрывались осквернялись и разрушались православные храмы процветало обновленчество служители которого устраивали смуты соблазняли народ захватывали храмы города в горах монахи жить уже не могли те кто не был арестован спустились город отец пахоми тоже покинул свою келью за ним велась слежка и он ходил из дома в дом избегая ареста лишь виктор оставался на горельнике но жил тихо в тайне от чужих он по-прежнему приходил к сестрам в никольскую церковь и в его поведении не было особых перемен он по-прежнему ворчал по-прежнему чудил ох сестры какое интересное время наступило смотри что делается теперь сестры надо жить виктор но как жить такая жизнь невозможная церкви начали прижимать батюшек ссылают нет сейчас надо жить надо смотреть как это происходит сейчас самая интересная жизнь пошла ну что интересного один страх и всех боишься вот и интересно как а ты феодора шевели мозгами то шевели после ареста отца александра и отца стефана 10 декабря 1931 года виктор перестал бывать никольском храме но александра нагибина сына к ней мариамной заходили к нему на гору горельник мы путешествовали тогда по горам проголодались а у нас с будет только мука не масло не дрожжей не спичек нет пришли к виктору пожаловались вот хотим лепешек испечь а у нас не дрожжей не спичек как их печь а истина я вас научу у меня всегда дрожжи есть виктор откуда же у тебя дрожжи а я муку воды налью замешаю так и поставлю она у меня стоит неделю-две и сделаются дрожжи положу их в тесто и пеку себе хлеб знаете как вкусно получается дал он нам спичек налил дрожжи в кружку попробовали кисло развели костер испекли лепешек поели с голоду что не съешь все вкусно покажется